Добрый день! Постоянные зрители моего канала знают, что я люблю кубоиды. У меня есть они всякие, разные, большие и маленькие. Даже какой-то кубоид собирается в качестве дополнительной дисциплины на чемпионатах по спидкубингу. Даже в какой-то из таких дисциплин я когда-то занимал призовое место на чемпионате МАИ, когда их еще проводили. После успешного освоения кубоида 3х3х2 и разработки на нем скоростного метода, я обратил свое внимание на кубоид 3х3х4, но у меня экземпляр был только вот этот древний от Кубфаю, который хоть и неплохо вращается, но вызывает опасения, сколько он прослужит. Альтернативой ему был только еще второй кубоид от Кубфаю, который вращался еще хуже и был поменьше, с непропорциональными слоями, зато в форме кубика. О нем вы видео когда-нибудь увидите, надеюсь. Я иногда замечал, что кто-то крутит кубоидом 3х3х4 из цветного пластика. И вот наконец-то мне удалось такой приобрести. Ферма называется Ишенг, от нее также у меня есть кирпич-куб, купил их вместе. Ну, кирпич-то у меня уже был, а кубоид я вот очень сильно хотел. Ну, коробочки у них похожи, одного размера, и инструкция была только в коробочке с кубоидом. Давайте сразу открывать и смотреть. Ну, на всякий случай по коробочке. Здесь видно наименование главоломки 3х3х4, ну, внешний вид, и нет нигде названия бренда на языке, который бы я знал. Ну, все на китайском. Ну, и до трех лет нельзя, это я понимаю. Кстати, написано 3х3х4, но нарисован кубик 2х2. Наверное, так нужно. Инструкцию я держу отдельно, использую для видео по кирпичу. Здесь она единая для бочки, для кубоида 3х3х4. И, вероятно, здесь еще был мельница, фишер и обычная трешка. Ну, такая вот инструкция, видимо, бочка еще есть. Название компании мы можем увидеть именно вот здесь. Я сразу скажу, что из всех кубоидов 3х3х4, которые мне встречались, это лучший. Чтобы сразу закрыть этот вопрос. Если сравнить по размеру, то он точно такой же, как кубоид от CUBFAYO. CUBFAYO, как я уже сказал, вращается неплохо, но лакапит. Да, и я рассматриваю 3х3х4, как головоломку, которую можно со временем представить в качестве дополнительной дисциплины на чемпионатах по спидкубингу, так же, как 3х3х2. По крайней мере, я постараюсь приложить для этого все усилия, чтобы так случилось, когда чемпионаты вернутся, чтобы это как-то туда продвинуть. И вот эта модель создает некие благоприятные условия для этой моей задумки. В чем прелесть? Давайте сразу перемешивать. Вращается хорошо. Да, можно лучше, но уже уровень достойный. Головоломка доступная. Ее могут все приобрести и, соответственно, можно в ней конкурировать. Принцип сборки здесь примерно такой же, как на 3х3х2. Примерно те же формулы, но, естественно, чуть дольше собирать и возможен паритет. Причем паритет не решается знакомыми формулами из 4х4. В крайней мере, те, которые предлагал я в своих обучающих видео. Но формула, которая работает на миксапах, здесь вполне подходит. Я специально, перед тем, как снимать это видео, открутил больше сотни сборок. По-моему, на время я собрал 122 сборки. Чего я добивался? Для начала я хотел сделать сотку, чтобы понять, выдержит ли этот кубовит от уникального бренда Isshank. Скоростное воздействие. Ну, а во-вторых, я хотел сделать сотку меньше минуты, поэтому сделаю еще дополнительные пару десятков сборок. Кубовит выдержал. Смазал его белой мару. Ни разу ничего не разлетелось. Этот кубовит подходит для скоростной сборки. В принципе, я уже разработал оптимальный метод для его сборки на скорость. Понятно, что на основе 3х3х2. И, наверное, в ближайшее время постараюсь сделать отдельные туториалы и по этой главамке, и по этой. Мне все время хотелось сделать такой туториал всеобъемлющим. И тогда он растягивался на очень большой хронометраж, и это бы отпугивало зрителей. Хотя головоломки простые. То есть в одном видео я хочу сделать метод. Он простой для тех, кто хочет просто собрать с минимума алгоритмов. И тут же метод продвинутый, где будут показаны те алгоритмы, которые используются в сборках я. С которыми без особого труда можно собирать 3х3х2 менее 20 секунд. Ну и 3х3х4 менее минуты. Стабильно. В среднем из 100. Я также покрутил 3х3х2 перед этим видео. И что-то у меня в районе 16 секунд было среднее время. Но опять же, если потренироваться, можно улучшить и это. А так, вы вполне видите, как оно вращается, как оно перемешивается. Все стабильно, хорошо и красиво. Есть еще 3х3х4 от VTDN. Бренд, который подарил нам вот эти вот всякие длинные кубоиды. 3х3х13, 3х3х15 и на 17. Но я, если честно, сомневаюсь в скоростных качествах той модели, да еще там какие-то различные есть версии того кубоида с измененным типом вращения. Ну, я не стал рассматривать в качестве скоростной модели. Вот это вот вполне устраивает. Давайте соберем. Я сейчас просто покажу принцип, как это все работает. В описании я добавлю либо на момент выхода, либо позже ссылку на свое обучающее видео. Надеюсь, я его успею сделать. Если нет, то будет соответствующая запись там же в описании. Но пока просто продемонстрирую, как я это делаю. Для начала собираю средние два слоя. Представляю их в виде кубоиды 3х3х2. Делаю все то же самое. Все собирается так же. Единственное, что здесь мешает, так это отсутствие верхнего цвета. Мы видим кубоид только сбоку. Ну, по крайней мере, эти слои. Я вижу вот эти вот элементы. Ну, здесь розовый вместо красного. Вот это правильная последовательность, если бы белый был снизу. Сейчас снизу желтый, но это не так важно. Я собираю сюда третий элемент. Он должен быть зелено-оранжевый. Его находим. Ставим рядом. Дальше сюда нужно оранжевый элемент, сюда розовый. Но розовый стоит. Давайте как-нибудь сделаем вот так. Вот так. И вот так. Тем самым у нас собрались вот эти три элемента и вот эти два. Остается дособрать вот эти три, чтобы был собран один слой из внутренних. Сюда ставим три элемента нужных. Это должен быть после оранжевого синий. Ну, синий, кстати, удачно стоит на своем месте, а мог бы и не стоять. Если бы его не было, мы бы его поставили. И сюда кубоидными пиф-пафами доставили необходимые элементы. То есть вот эти цвета должны быть наоборот вот с этими. И тогда элемент станет правильным. Если бы они совпадали, вот как здесь, то тем же кубоидным пиф-пафом мы бы поставили флипнутый элемент. Ну, то есть элемент, который должен быть не на этом слое. Вернем на место. Так. И вот сюда я элемент ставлю из такого положения. Ну, можно, конечно, перехватить. Опять же, вот она розово-синий. Это уголок. Собрали один слой и собираем верхний слой. Так же, как на 3х3х2. Я сейчас продублирую все, что сделал на моем магнитном кубоиде 3х3х2. А чьи, вот если чьи выпустят 3х3х4, будет, наверное, хорошо. Экземпляр удачный. И что мы делаем? Мы собираем любым способом первый слой. У нас собрался. Далее собираем уголки. Здесь собраны. Вот у нас, допустим, не собраны уголки. Находим глаза, ставим слева. И кубоидным Т1 расставляем углы по местам. Если глаз нет, то два раза. Есть алгоритмы, когда можно за раз расставить все уголки. Но эта ситуация бывает нечасто. И определение ее бывает дольше, чем два раза делает Т1. Ну, и выполнение, соответственно, алгоритма. Глаза слева. И делаем Т1. Здесь вместо движения U' и D' можно просто делать перехват. И доделать. Ну, и здесь какая-то стандартная ситуация получается, которой мы должны узнать алгоритм. Ну, и собираем здесь вот этот средний слой, так же, как вверх на 3 на 3 на 2. Видим глаза. И делаем Т1. Собрались уголки. И получаем точно такой же U' и D' который я сейчас на 3 на 3 на 2 показывал. Решается RU, RU, RU2, RU2, RU, RU, RU2, RU2. Интерес в сборке кубоиде 3 на 3 на 4 заключается еще в том, что даже до середины алгоритма кажется, что уже что-то собрано. Например, вот у нас какая-то такая ситуация. И вроде все собрано, но мы видим, что здесь розовая грань, и здесь розовая грань, чего не бывает. А, значит, нужно что-то менять. Проверяем белый, красный, зеленый, оранжевый, синий. Ну, и сверху вот ситуация, когда нужно переставить два ребра местами. Хватит. И вот мы собрали внутренние два слоя. Применяли мы все то же самое, что на кубоиде 3 на 3 на 2. Остаются внешние два слоя, которые мы собираем так же. Собираем сначала здесь белую сторону. Я предпочитаю именно в такой расцветке собирать, чтобы здесь было белое, потом здесь желтое. Хотя можно и наоборот, и мультикалорить. Но я пока еще не так много тренирую 3 на 3 на 4, всего лишь соточку одну открутил. Собирать можно, опять же, по-разному, но я делаю все через движение R. Так как у нас можно делать движение возвратное. Вот здесь у нас есть зеленый. Сюда можно поставить синий. Такими движениями. Либо можно каждую грань, как-то вот аккуратно, сюда оранжевый и вот сюда розовый. Собрать крест и дальше пиф-пафами устадавливать уголки на места. Но, если мы вот, к примеру, возьмем белый, оранжевый, синий уголок, и захотим поставить его сюда тем же пиф-пафом, что на 3 на 3 на 2. На кубоидном. Мы заметим, что ребро развернулось. Как ребро. Вот если все вот это вот. Это как средний слой на стандартных кубоидах. Теперь мы вот этот средний рассматриваем как один. И нужно либо за этим следить, либо использовать алгоритм, который не разворачивает это ребро. Ну, весь вот этот вот блок. Если мы используем короткий пиф-паф, пятиходовый, подводим сюда место, где должно стоять, делаем тот же пиф-паф, и ребро возвращается обратно. Но это нужно вот следить, и чтобы таких пиф-пафов было четное количество, чтобы оно вернулось туда-сюда. Можно использовать алгоритм, который не разворачивает. R2-U, R2-U, R2-U2, R2. Стоит на месте, и вы заметили, что это очень похоже на рыбку. Давайте еще раз ставим над своим местом. R2-U, R2-U, R2-U2, R2. Вместо пяти ходов получается семи, но зато никаких заморочек с флипами. Ну и просто дособираем верхний слой. Сначала T-Perm. Здесь уже нужно обязательно докручивать вот эти движения в T-Perm, чтобы опять же не перевернулось вот это. Если мы сделаем перехват в T-Perm, то мы получим флип вот этих вот ребер, что нам, наверное, не нужно. Если попытаемся исправить, мы получим какую-то вот такую ситуацию, что тоже не очень. Поэтому лучше использовать типичный кубоидный T-Perm. R2-U, 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 D'. R2-U, 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 D'. Вот такой. Ну и если побыстрее его делать, то как-то вот так. Ну и остается у нас перестановка двух ребер. На 3х3 это был бы паритетный случай. И на 3х3х4 тоже. Если мы возьмем 3х3х2 и смоделируем похожую ситуацию, то ее можно решать в один алгоритм и ничего не случится. Все потому, что в среднем слое-то здесь нет. И мы не видим, как он разворачивается. Просто выполняем алгоритм. Если мы такой же алгоритм выполним на 3х3х4, то верхний слой, конечно, соберется, но флипнется опять же средний слой. Если у вас в конце все-таки такое произошло, то мы используем алгоритм для паритета в 3х3х4, который я также использую в миксапах. Берем так вот горизонтально кубуют. Сверху должны быть ребра, которые нужно поменять местами. 2. Делаем движение правым внутренним слоем. R2-U2 R-U2 R2-U2 И повторяем. R2-U2 R-U2 R2-U2 Ну, многим известный алгоритм, который в скоростных сборках классических VCA-голонг не используется, потому что есть покороче. И вот все собрано. Ну и я на всякий случай покажу еще пример сборки, как это можно делать все чуть быстрее. И что будет в том обучающем видео, которое я, ну, создам, либо уже создал, когда вы смотрите это видео. Скрамплить головоломку можно по скрамплам для 4х4 в вашем стандартном, ну, твисте таймер или где еще. Заменяя только одинэрные движения R, F, L и B на двойные. Ну, там есть движение еще R, V. Это мы можем делать беспрепятственно. РВ, ОВ, ДВ, все что угодно. Ну и пример сборки, которая чуть быстрее, чем стандартная. Ищу блок. Ну, его, кстати, нет здесь. Вот синий-красный, но он сверху не подойдет. Зелено-красный, ну, розовый. Тоже не очень. Ну, наверное, проще будет создать какой-нибудь. Поставим вот сюда красно-зеленый и сюда нужно зелено-оранжевый элемент. Зелено-оранжевый у нас здесь. И их нужно, вот этот элемент. Вот сюда ставим три элемента. Дальше здесь должен быть оранжевый, здесь должен быть красный. наоборот. Ну, это, кстати, удобно произошло. И контролируем белый центр, чтобы оказался снизу. Это важно. Далее сюда, ну, синий опять удачно встал. Ставим один. Из такого же положения ставим сюда задний элемент, последний, который остался. Он должен быть синий-красный. Я вот не смотрю, что сзади. Он понимает, что здесь синий-красный-розовый центры средних слоев. Поэтому сюда нужно красно-синий. Ищем его, получаем вот. И вот эти цвета должны не совпадать. Вот у нас элемент, который нам нужен. Вот где-то здесь. А, ну такой же он стоит на месте. Если бы мы если бы мы вот этот элемент, который вот совпадает по цветам, сюда поставили, он был бы флипнут. Поэтому подгоняем тот, который стоит так, что цвета не совпадают. И обратно кубой биньки в пахом ставим на место. Ищем глаза. Т-1 собираем углы верхнего слоя. Определяем, какая ситуация у нас здесь. И ее дорешиваем. Так. Дальше. Дальше я собираю, по крайней мере, стараюсь собирать слой, который у меня слева. Ну не слой, а блок на нижней грани. Слева у меня зеленый. Значит, первую полоску я буду собирать зеленую. Не крест, как я показывал до этого, а именно полоску. Вот такую. Это, ну, принцип такого метода мне показал Константин Соловьев, за что ему большое спасибо. Я как-то это доработал под себя. Не знаю, получилось ли лучше или хуже, чем у него, но вот теперь использую. Мне очень нравится. Вот эту полоску отправляем вниз. И я сейчас буду полностью игнорировать вот эту сторону. Я все соберу через нее и буду просто не обращать на нее внимания. Но не буду перехватывать кубой. Дальше мне нужен элемент сюда бело-оранжевый, сюда бело-розовый. Я их нахожу сверху. Это очень удобно. Поднимаю средний слой, совмещаю вот это, чтобы вот эти вот три цвета были в ряд, и отправляю вниз. Опять же, полностью игнорирую, как у меня вот это все здесь находится. До собираю оставшиеся. Можно, конечно, если два элемента до собрать пиф-пафами, когда остается один элемент, я именно так и делаю. Но интересней так называемый блок билдингом это сделать. И все. Здесь могло случиться так, что будет флипнут вот этот слой. А могло случиться и как сейчас. Не важно. Дособираем вверх. Здесь, кстати, редкое копье наверху. Глаз нет. Но делаем т-перм. И делаем еще один т-перм без установки. И что мы получаем? Сверху получаем обычный ашперм. Ну, кстати, повезло. И собралось. Ну, а также мы можем наверху встретить какие-нибудь другие ситуации. к примеру, вот такую. С этих двух сторон похоже на ашперм, а тут не похоже. Ну, понятно, что это паритетный случай. И если у нас к этому моменту сборки вот это ребро флипнутое, а наверху паритетный случай, то понятно, что вот этот флип исправится и паритет делать не придется. Ну, именно переворотом. Если же нет, то придется. Да? Мы видим сверху паритетный PLL. Его решаем и понимаем, что ребро тоже флипнется в нужное нам положение. Очень красивый PLL. Мне прям нравится. Ну, он, естественно, из 3х3х2. Все паритетные PLL из 3х3х2 флипают здесь средний слой. Очень нравятся мне кубоиды 3х3х2 и 3х3х4. Буду их развивать и всем советую приобрести это недорогие хорошо вращающиеся головоломки, которые можно модифицировать, ну, пока производители не сделают это сами. То есть вот в чаи я добавил магниты и он стал немножко поприятнее. Хотя и без магнитов он тоже неплох. Здесь тоже я не вижу проблем добавить магниты, но критической какой-то необходимости пока нет. Я еще над этим подумаю. А так для удовольствия вращать и на скорость, да и просто так оптимизировать какие-то решения очень даже хорошо. Чем приятен 3х3х4? Здесь, если собирать вот тем метрам, которые я показал, очень много интуитива. А это позволяет какие-то продумывать более оптимальные решения и совершенствоваться в своих сборках. Мне это нравится, надеюсь, вам тоже. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.